МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Беженцы из Украины продолжают пребывать в Заполярье. Сверхплана. Ребята в ополчении сказали, что если слышите свист, ложитесь куда угодно, падайте, закрывайте гол, потому что осколки летят и неизвестно куда. Очень мало квадратных метров на детей. Ну, неудобно. В двухкомнатом квартире, в четвером. Еще с родителями. Жилье молодым семьям. Кто может помочь деньгами? У меня был заявлен один ребенок. А пока мы собирались, у нас появился еще один ребенок. Вот пойдем еще за 5%. Кому положено и сколько этого ждать? В Арктику полным ходом. Этим катером мы планируем делать промер в районе Новой Земли. Адмирал Владимирский на пути кругосветного похода. Остановка в Североморске. Заполярье, как и многие другие регионы страны, продолжает принимать беженцев из Украины. По данным Минрегиона и ОФМС, общее количество человек уже превысило 813 тысяч. Из них более 250 тысяч подали документы, чтобы остаться в России. Но большинство надеется все-таки вернуться домой по окончании военных действий. И в Мурманск на этой неделе прибыла очередная группа беженцев из Украины. Порядка 90 человек. На перроне железнодорожного вокзала их встречала целая делегация. Представители городских властей, сотрудники УФМС, регионального МЧС, специалисты Центра занятости населения. Далее на автобусе переселенцев отправили в пункт временного размещения. Всего на территории Мурманской области открыты 17 пунктов временного размещения. Будет сегодня открыт 18 пунктов временного размещения, куда прибывшие люди отправятся. Значит, всего у нас находится в пункт временного размещения 746 человек, из них 237 детей. И уже к концу недели на заседании оперативного штаба в правительстве региона областные чиновники подводили предварительные итоги. Людей приезжает гораздо больше, чем ожидалось ранее. Изначально планировалось, что Мурманская область примет у себя 510 человек с юго-востока Украины. Однако уже сейчас приехало более 600. Пока все они находятся в пунктах временного размещения, общежитиях и школах. Однако с осени граждане Украины должны будут обеспечивать себя сами. Для этого с ними ведут работу как сотрудники УФМС, так и регионального центра занятости населения. В пунктах временного проживания устанавливают информационные щиты и киоски со сведениями о свободных вакансиях. Специалисты миграционной службы помогают по упрощенной схеме получить разрешение на работу. Кроме того, сами потенциальные работодатели тоже пытаются помочь. Некоторые предприятия, со слов представителя службы занятости, готовы предоставить жилье квалифицированным рабочим по определенным специальностям. На первом этапе главными задачами были организация пунктов временного размещения, обеспечение беженцев с едой, вещами первой необходимости и конституционной поддержкой, оформление документов. В данный момент главным направлением является максимальное содействие трудоустройства трудоспособных граждан. Поскольку КВР были организованы в помещениях образовательных учреждений, принципальными образованиями также поставлена задача найти другие пригоды для проживания беженцев в помещении. С 1 октября 2014 года должны быть созданы условия, которые позволят людям самостоятельно обеспечивать себя и свои семьи. Одними из многих тысяч беженцев стала семья Будник. Им пришлось бежать из родного дома города Снежное Донецкой области, чтобы сохранить жизни своей и маленьких сыновей. Буквально за их спинами больница, где лежал с пневмонией двухлетний Саша, под бомбежками превратилась в руины. В Мурманск супруги Будник приехали к родственнице. С собой у людей нет и одежды, и медикаментов, и детского питания. Более того, у маленького Саши инвалидность, и он нуждается в особом уходе. Тему продолжит Екатерина Гладышевская. Маленького Сашу приходится все время держать на руках. Из-за врожденного недуга он не может ходить. Родители, говоря, дома смастерили для него специальное фиксирующее устройство. Так мальчик хотя бы мог смотреть телевизор. Но покидая объятый войной родной край, было не до сборов. Ему вообще операция нужна, так как у нас родовая травма у него. Микроцефалию ему поставили. Ну как бы у нас там лечения никакого нет. Нам сказали, там хотели сделать операцию моему, потому что он кушает только с бутылки, только молочная, больше ничего не кушает. Нам там сказали, не надо, мол, не заморачивайтесь, он не жилец у вас. Еще одна болезнь мальчика, волчья пасть, спровоцировала пневмонию. Пища постоянно попадала в дыхательные пути. Пришлось лечь в больницу, но там помочь ребенку не успели. Мы вот когда в больнице там лежали дома, тоже ездили так. Должны были оставаться лежать, но лежать мы не будем потом. Под расписку постоянно забирали. Да, они там на ночь все в бомбоубежище спускались в больнице. И мы так и не долечились, потому что уже звонили, не автобусы не ходят. А когда уезжали уже, уже туда и попало. И в роддом, и в хирургию, ну где лечение было у нас. Ну если бы мы просто не уехали, мы бы его потеряли. От дома до больницы 10 километров. Перемещаться приходилось только на такси. И каждая поездка была на выживание. Экстремальная там эта работа сейчас. Таксистом была. Пушки, вот это вот бомбы, все везде тут вот летают. Прям вот знаете как. Вот сначала бабах, потом оно начинает свистеть, потом шипеть. Вот это вот рядом. Настолько рядом, кажется, что за спиной оно где-то летит. Уже в Твери, куда позже привезут беженцев, родителям скажут. Пневмония поразила почти половину левого легкого. Сашу чудом удастся спасти. После, прожив 10 дней в комнате институтского общежития, семья Будник вновь окажется на улице. Перед началом учебного года студенческое жилье пришлось освободить. Елена говорит спасибо волонтерам. Именно они переодели мальчишек в чистую одежду. Снабдили пеленками, памперсами, детским питанием. Родители успели взять с собой только документы. И если бы не двоюродная тетя Елена, мурманчанка, отдыхавшая в те дни в Тверской области, все могло закончиться совершенно иначе. Татьяна Чернецкая с волнением вспоминает, чтобы найти племянницу потребовалось 5 дней. Наконец, на пятый день мы ее нашли уже полностью, все, но не могли забрать с собой. Уезжаю с отпуска. И я подняла полностью, начиная от главного департамента, мне дали телефоны в Твери, потом соцзащиту, потом подняла соцзащиту по правам ребенка. И ее через день, вот, уже принесли ей билеты и переправили их к нам. Так семья Будник оказалась в Мурманске. Без работы, без личных вещей, в небольшой квартире тети Татьяны. Прокормить шестерых человек на скромные зарплаты мурманчан невозможно. Сейчас людям даже не в чем выйти на улицу. Двухлетний Саша нуждается в операции. На родине ее оценили в 60 тысяч гривен. Александр Будник готов хоть завтра выйти на любую работу, но пока нет разрешения. Семья переселенцев нуждается во всем. Теплые, легкие, взрослые детские вещи, обувь, памперсы, пеленки, детское питание, коляска. Телефон Татьяны Чернецкой вы сейчас видите на экране. А пострадавшие мурманчане, жильцы дома 69-51 по улице Александра Невского, все-таки смогут вернуться в свои квартиры. К такому заключению пришли специалисты технической комиссии. На этой неделе в мэрии состоялась встреча с людьми, где радостную новость им сообщил глава Мурманска Алексей Веллер. Он рассказал, что обследованием поврежденных конструкций занимались специалисты из Мурманска и Москвы. Проведя ряд специальных мероприятий, связанных с инструментальным обследованием, с разработкой соответствующего проекта, с проведением определенного комплекса восстановительных и строительно-монтажных работ, восстановить данный жилой дом. И он будет и дальше служить людям, обеспечивая полную надежность и безопасность всех его конструкций. По мнению специалистов, эпицентр взрыва находился в квартире номер 89, но окончательные выводы сделают в Следственном комитете в рамках расследования уголовного дела. Средства на восстановление здания в муниципальном бюджете предусмотрены не были, поэтому депутаты Гурсовета будут собираться на внеочередное заседание, чтобы обеспечить эти деньги в текущем году. Пока же специалисты работают над СМЕТой, чтобы выяснить точную сумму, необходимую на восстановление дома. И если эти жильцы вернутся в свои квартиры в старый дом, то 114 молодых семей смогут приобрести новое жилье. Они получат финансовую поддержку из областного бюджета на улучшение жилищных условий. Молодые семьи из 11 муниципальных образований получат свидетельства, которые являются гарантией того, что им будет оказана денежная помощь на приобретение или строительство жилья. Свидетельства получат семьи в возрасте не старше 35 лет, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Средний размер предоставляемой социальной выплаты – 556 тысяч рублей. Кроме того, будут вручены бланки свидетельства о предоставлении молодым семьям дополнительной социальной выплаты на компенсацию части стоимости квартиры в связи с рождением ребенка. Ну а мурманчанам обратиться за помощью в приобретении жилья можно не только в правительство, но и в городскую администрацию. Программа «Жилье молодым семьям» действует в столице Заполярья на протяжении уже нескольких лет. За это время счет пошел уже на сотни. Купить новую квартиру или улучшить жилищные условия смогли более 700 семей. На этой неделе в Мурманске вручали очередную партию сертификатов. Максим Галямин расскажет подробнее. Некоторым родителям приходится ждать своего заветного сертификата несколько лет. Так случилось и с семьей Мохотиных. Когда подавали документы, у них была только дочка. Но незадолго до получения родился сын. У Екатерины и Максима сегодня счастливый день. Впереди как никогда ярко видится долгожданный переезд и своя квартира. Сейчас живем с родителями, поэтому и попали в программу, что очень мало квадратных метров на детей. Ну неудобно. В двухкомнатной квартире, в четвером еще с родителями. При рождении ребенка такие родители могут получить и дополнительные средства. Это небольшие, но все равно значимые для многих 5% от средней стоимости жилья. Один ребенок, то есть у меня был заявлен один ребенок, а пока мы собирались, у нас появился еще один ребенок. Вот пойдем еще за 5%, я думаю, в дальнейшем, когда приобретем жилье. Возраст участников программы ограничен 35 лет. Но это распространяется только на обычные семьи. Причем независимо, есть ли у супругов дети или нет. А вот многодетным мамам и папам можно подавать заявку в любом возрасте. Сумма выплат увеличится пропорционально количеству учат в семье. Это программа эксклюзивная. На северо-западе Мурманский единственный город, который поддерживает многодетных семей таким образом, денежными выплатами. Отмечу, что эта программа работала, работает и будет работать. Она не будет сокращаться. Проблем с подачей документов, по признанию большинства присутствующих, у них не возникло. А те, что и были, решались грамотно и быстро при помощи сотрудников администрации. Например, многодетная мама Екатерина Авласенко собрала необходимый пакет всего за два дня. Сегодня она с мужем уже присматривает новое жилье в ипотеку. Вы знаете, несколько лет назад я как-то ее вообще не ощущала. И, может быть, пока не задавались вопросом, пока не стали многодетной семьей. А возникла такая необходимость. Мы обратились к государству, и государство нам помогло. Мы очень благодарны, что такая помощь действительно поступила. Причем помощь значимая. Востребованную программу мурманские власти будут развивать и в будущем году. Всего же за время работы свидетельства на получение социальных выплат выдали 715 семьям. Для многих из которых это единственный шанс обзавестись собственной квартирой. На главную базу Северного флота, в Североморск, на этой неделе прибыл адмирал Владимирский. Так называется океанографическое исследовательское судно, совершающее уникальное кругосветное путешествие. Последний раз такой научный рейс состоялся в начале 80-х годов прошлого века. И первая остановка нового маршрута была на этой неделе в Мурманской области. Океанографическое исследовательское судно было спущено на воду в 1975 году. И свое название получило в честь командующего Черноморским флотом Льва Владимирского. На причале ракетных кораблей Северного флота в Североморске экипаж корабля встречали под звуки оркестра. Последний раз в кругосветное плавание адмирал Владимирский выходил 30 лет назад. Тогда судно повторило маршрут русско-антарктической экспедиции 1819 года. Ученые исследовали малоизученные районы океанов, примыкающих к Антарктиде, и собирали данные для коррекции морских карт. Задача на 2014-й куда более масштабная. Из Кронштадта поход стартовал 18 августа. За период плавания было пройдено 2400 миль. Выполнено более 4000 линейных километров маршрутного промера. Выполнены исследования гидрологические на 21 станции. Также были исследованы работы четырех отечественных и трех иностранных радионавиационных систем действий, а также спутников навигационных систем ГЛОНАСС и НАВСТАР. На втором этапе предстоит обследовать побережье Новой Земли на предмет уточнения береговой линии в свете продолжающегося потепления исхода ледников непосредственно с северного острова Новой Земли. Кроме того, предполагается изучение инфраструктуры Северного морского пути, то есть посещение портов Певик, Диксон, Тикси. Адмирал Владимирский перед дальним походом был капитально отремонтирован. В России это единственное оставшееся в строю судно такого типа. Специализируется на метеорологии, выполняет морские биологические наблюдения, мониторинг течений и многое другое. У нас установлена новая научная аппаратура и большие планы по изучению арктического подбережья. То есть мы должны сделать прибрежный промер на катерах, мы должны исследовать гидрологический режим и метеорологические сроки подавать по пути движения исследования. Над этим трудится группа ученых в 19 специализированных лабораториях. Также на судне есть два гидрографических промерных катера, с помощью которых выполняются измерения, например, малых проливов, островов или глубин в мелких архипелагах. На переходе от Санкт-Петербурга до Североморска в основном у нас происходила настройка и отладка оборудования, так как достаточно длительное время такие работы не выполнялись. Основная работа начнется у нас уже на переходе Североморск-Петропавловск-Камчатский. На причале Североморска адмирал Владимирский пробудет несколько дней. Судно пополнит запасы продовольствия, примет на борт группы офицеров Северного флота, имеющих богатый опыт плавания в арктических морях, и отправится в путь по Северному морскому пути. Минуют Берингово море, далее Тихий и Атлантический океан, и через Ла-Манш вернутся домой. Ожидается, что в порт приписке город Кронштадт исследовательский корабль вернется в конце ноября. Виталий Шувалов, Александр Борисов, Максим Петровичев, телекомпания Арктик ТВ. Разговоры и споры вокруг санкций и контрмер, введенных против ряда продуктов стран Евросоюза, США и других, не утихают. Как это отразится на ценах? Насколько можно заменить, к примеру, ту же самую норвежскую рыбу, которую в больших объемах импортировали в Россию? А чтобы активнее развивать внутренний рынок в России, необходимо упростить процесс оформления рыбной продукции. На этой неделе в областном правительстве обсуждали вопрос об отмене ветеринарного контроля на заполярную рыбу, которую отправляют в другие регионы. Мурманские рыбопромышленники в ближайшее время планируют активно продвигать продукцию нашего края в другие города. По словам участников рабочей группы, отмена ветеринарного контроля позволит ускорить процесс оформления поставок и расширить список городов, куда мы доставляем рыбу. Отмена процедуры ветконтроля на качестве не скажется, поскольку изначально всем выдаются специальные разрешения на вылов. К предложению о внесении изменений в законодательство планируют присоединиться Республика Карелия, Архангельская область и Ненецкий автономный округ. Но эту работу проводить надо, потому что в тех условиях, в которые сегодня мы находимся, как на внутреннем рынке, так и на внешнем рынке, в условиях санкций, ограничений внешней торговли, необходимо продвигать нашу продукцию. Я популяризирую ее, в том числе, за счет использования средств массовой информации, потому что наша продукция, наших рыбаков Северного бассейна, самая качественная, самая вкусная, самая полезная. Необходимо делать эти шаги, как бы там, может быть, кому-то этого не хотелось. Шаги именно в части пересмотра действующих ветеринарных правил, в части их облегчения. Многое было сделано за предыдущие годы в том, чтобы их изменить. Но все равно необходимы дальнейшие шаги, иначе в противном случае так и будем буксовать на месте. Это не означает, конечно, что с введением каких-то нововведений в этой части, что у нас прям ситуация кардинально изменится, но многие вещи могут быть изменены в этой части. Тем временем в Заполярье эксперты ожидают небольшой рост цен на отдельные виды рыбы. Быстро заменить импорт ее из Норвегии не получится. Но самую дорогую рыбу уже поймал за хвост один мурманский рыбак. И за это ему даже вручили специальную премию в Мурманском полярно-научно-исследовательском институте. И вовсе не за научные исследования, а за семгу, пойманную на одной из рек области. Как и почему, а в одном случае на миллион, расскажет Татьяна Илусова. Перед тем, как попасть на крючок, семга с меткой полярно-исследовательского института в воде пробыла один месяц и один день. Валентин Ефременков, рыбак с 25-летним стажем, признается, что лосось сам по себе тяжело выуживается. Эту рыбу тянул минут 10. Вручаю диплом и вручаю гранд-приз. Спасибо. Награда за возвращенную метку – премия НАСКО Международной организации по сохранению атлантического лосося. В ней участвуют рыбаки, которые возвращают вживленные метки. Розыгрыш проводится ежегодно, а в этот раз диплом и денежный приз отправились в Мурманскую область. Сколько купюр в конверте, рыбак так и не признался, но потратил точно не на обновление удочек. Вы знаете, у меня с Настей дома такая гора, поэтому я с Настей больше покупать не буду. Хватит практически на любую рыбалку. Счастливая рыбка Валентина Ефременкова продолжает плавать в водоемах Заполярья. Мужчина рыбачил по принципу – поймал, отпустил. Такие метки прежде всего помогают ученым изучить миграцию лосося. А умные электронные метки могут фиксировать температуру воды и глубину водоемов. Вот самые простые метки, массово мы их используем. Это подвесная метка, которая является спинной плавник лосося разными способами. Ну там что написано? Написано «река Харловка». Ученые стран, входящих в организацию НАСКО, ежегодно выпускают более миллиона меченых рыб. Куда сообщить об улове? Написано на русском и английском языках. Из двух тысяч запущенных в нашей области особей лосося, их имя и фамилию, а по научному код и дату вылова сообщают о сотне из них. Буквально на днях мы выпустили в рамках международного проекта 50 рыб, помеченных радиометками. Я не буду называть место выпуска, чтобы ажиотажа не называть у людей. Но если они возвращают эту радиометку в институт, кроме того, что эта метка будет участвовать в лотерее НАСКО на следующий год, мы также гарантируем вознаграждение прямо на месте. Поймать удачу за хвост могут все рыбаки, занимающиеся ловом в водоемах Кольского полуострова. Это не первый случай, когда метка с российского лосося выигрывает приз НАСКО. Реки Паной, Рында, Харловка, Восточные лица являются своего рода мировыми рекордсменами по числу выигранных призов. Одна из стран, которая присоединилась к санкциям Евросоюза и США – Япония. Делегация оттуда на этой неделе посетила столицу Заполярья. Дипломаты выразили уверенность, что в скорейшем окончании международного конфликта заинтересованы все страны. В частности, об этом на встрече говорили глава региона Марина Ковтун и министр посольства Японии в России Рокуитира Митии. К слову, это его первый визит в Заполярье. Интерес к нашему региону со стороны государств Азиатско-Тихоокеанского региона в последнее время растет. Так, осенью в правительстве состоялась встреча с представителями делегации Министерства земли, инфраструктуру и транспорта Японии и губернаторства Хоккайда. В этом же году уже прошла встреча с представителями Генерального консульства Республики Корея в Санкт-Петербурге. По словам господина Митии, Мурманск для них особенно важен. Все международное сообщество, включая Японию, заинтересовано в использовании Северного морского пути. Во время этого визита гости осмотрели сам город, оценили его текущее экономическое положение и перспективы, а также обсудили возможные направления сотрудничества с областными чиновниками. Впрочем, на этой неделе в Мурманске побывали многие высокопоставленные чиновники от разных политических объединений. До выборов 14 сентября осталось две недели, и многие политические партии вовсю приступили к агитации кандидатов. К примеру, поддержать коммунистов России приехал их соратник с рабочим визитом, председатель Центрального комитета партии. Он посетил ряд социально значимых объектов, а в городской больнице общался с работниками и пациентами. В частности, в Мурманской области лидер партии ставит задачи по увеличению соцвыплат как малообеспеченным семьям, так и людям пенсионного возраста. Если говорить о медицинском обеспечении региона, это оснащение отделений новым оборудованием и ремонт помещений. Также у лидера Компартии состоялись встречи с первыми лицами области. По его словам, это поможет в решении проблем, которые требуют вмешательства федеральных властей. Во всех выборах и выборных кампаниях в России мы стараемся принимать участие, потому что видим, что это хорошая трибуна для того, чтобы до людей донести наши принципиальные коммунистические позиции. И у нас есть в этом успех. Мы получаем поддержку избирателей, наших сторонников. А поддержать на выборах справедливо Россов в Мурманск приехала депутат Госдумы от партии Оксана Дмитриева. На пресс-конференции она поделилась результатами встреч с руководством медицинских учреждений Мурманска, работниками образования и коллективом Польского научного центра. Депутат отметила, что область перспективна в плане развития рыбной и горно перерабатывающей отрасли, а также сферы туризма. Кроме того, депутат озвучила и свои предложения по развитию сельскохозяйственной отрасли и транспортного сообщения. Потенциал у региона огромный. Это не только промышленность горно-рудная по добыче полезных ископаемых, но это и Мурманский порт торговый, и рыбный порт. И, может быть, его значение еще больше, чем было в 1990 году, когда мы не потеряли наши пальты на Балтике в связи с распадом бывшего СССР. Это огромные возможности по рыбной отрасли. Наконец, в преддверии нового учебного сезона проверить, как в Мурманской области проходит модернизация школ и детских садов, приехала Ирина Мануилова, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию. Она посетила несколько строящихся детских садов в Североморске, проверила школы Мурманска. К первому сентября, по мнению депутата, учебные заведения в целом готовы. За последние несколько лет в мурманских школах существенно обновилась материально-техническая база. Появилось дистанционное обучение, что особенно важно для детей-инвалидов. Ирина Мануилова отметила и положительные изменения в школьном питании. Мы сегодня понимаем, что наши школьники, к сожалению, пока культурой здорового питания не всегда обладают. И этому нужно учить. И если начальная школа не вызывает никаких тревог, то вот со старшеклассниками возникают проблемы. И здесь действительно совместная работа администрации школы, педагогического коллектива, с родителями в первую очередь, ну и с самими старшеклассниками. А более подробно о подготовке школ и вузов к новому учебному году, о школьном питании, нормах ГТО и благотворительности мы продолжим говорить во второй части программы. Вернемся после короткого перерыва. Санкции школьной обеды. Что будет с ценой на питание для учеников? Вынуждены или не вынуждены, мы будем либо повышать в определенной степени стоимость питания, чего, конечно же, бы не хотелось. Кто поможет собрать ребенка в школу и нормы ГТО снова в действии? Куда деться с подводной лодки и можно ли? Личный состав должен в спокойной обстановке пропустить это через себя. Как прошли учения по спасению экипажа в Гаджиево? И какие предстоят на Кольской атомной? Иностранные специалисты едут в область. От Обамы и Дахабенского. Как за неделю собрать 70 миллионов долларов на благотворительность при помощи воды и льда? И ваша. Хорошо. А из Баскет Челлендж в Мурманске. Редакция Арктик ТВ присоединяется к всемирному флешмобу. Это итоговая программа «Столица». Мы продолжаем. Почти 90 тысяч школьников и студентов примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Знаний. Их безопасность обеспечит 600 полицейских, а также более 100 сотрудников частных охранных предприятий. 1 сентября в Мурманской области распахнут свои двери 558 школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. В преддверии начала учебного года сотрудники органов правопорядка проверили готовность заведений. Выявлены нарушения, например, в содержании территории вблизи школ и детских садов. В частности, во многих случаях отсутствуют дорожные знаки, повреждена проезжая часть, плохо различима разметка пешеходных переходов. По данным фактам, к административной ответственности привлечено 18 должностных и 8 юридических лиц. Кто и чем будет кормить школьников в новом учебном году? В последнее время процесс школьного питания заметно унифицировался. В Мурманской области для всех школьников в зависимости от сезона разрабатывается единое меню для всех образовательных учреждений. К слову, школьные повара теперь не тратят время на очистку картошки или нарезку мяса. Продукты в столовые везут почти в готовом виде. Современное производство на Мурманском комбинате школьного питания поставлено на поток. Каждое лето его оснащают новым оборудованием. Какой путь совершают продукты, прежде чем попасть на стол детям, его отследил Максим Галямин. Неприметное здание на улице Чумбарова-Лучинского выделяется разве что глухим строительным забором и высокими лесами. Угадать за такой маскировкой центр школьного питания почти невозможно. А ведь именно отсюда поступают продукты в столовые городских гимназий и школ. Сейчас в этом здании заканчивают замену окон, текущий ремонт помещений и канализации. С того, чтобы 1 сентября мы начали учебный год и одновременно работу наших пищеблоков и обеспечение детей качественным здоровым питанием. Большая часть процесса по изготовлению полуфабрикатов механизирована. Техника чистит, режет и упаковывает овощи и мясо. Но до конца заменить труд человека автоматы все же не могут. Например, глазки из картошки по-прежнему вырезают вручную. Запас продуктов в местных холодильниках огромен. Его хватит, чтобы кормить всех школьников Мурманска на протяжении двух недель. Очень хочется начать выпускать уже не просто полуфабрикаты здесь, а выйти на выпуск готовой продукции. Уже работать, как многие западные страны, по системе good and chill, когда готовая продукция охлаждается до определенной температуры. И на школьных пищеблоках происходит только процесс регенерации. Но это в дальнейшем будем считать экономику и технические возможности. Стоимость школьного обеда в этом году может измениться, причем в сторону увеличения. Цена на отдельные виды продовольственных товаров уже совершила заметный скачок вверх. Почти в два раза подорожало мясо птицы, импортные фрукты. Это несмотря на долгосрочные контракты предприятия с поставщиками. Центр школьного питания в ближайший месяц будет прогнозировать, что у нас будет получаться, собственно говоря, на выходе готовой продукции. То есть вынуждены или не вынуждены мы будем либо повышать в определенной степени стоимость питания, чего, конечно же, бы не хотелось. Либо нужно находить дополнительные внутренние ресурсы у центра школьного питания для того, чтобы сдерживать стоимость готовой продукции для питания школьников. По статистике, 80% мурманских школьников предпочитают посещать столовые. Еще пару лет назад этот показатель был заметно меньше. Здоровое питание в учебных заведениях стараются пропагандировать. Но все равно, например, большинство учеников старших классов отказываются от обедов или заменяют их модным фастфудом. Но от фастфуда школьники здоровее не становятся. И чтобы улучшить ситуацию, президент России постановил с 1 сентября вести в действие забытый со времен Советского Союза нормы ГТО. Готов к труду и обороне. С сентября начинается реализация первой части программы по внедрению этих норм. Комплекс физкультурной подготовки рассчитан на взрослых мужчин и женщин, студентов и школьников. Прививать любовь к спорту начнут со студентов. В планах возрождение утренней гимнастики, организация туристических походов, выходного дня и коллективных посещений бассейна. В школьной программе дополнительных ГТО часов не предусмотрено. Учащиеся сдавать тесты будут на уроках физкультуры. Новый комплекс ГТО существенно отличается от своего предшественника. В плане более 300 изменений. А вот значки за успешно сданные спортивные нормативы золотой, бронзовый и серебряный решено оставить. Нормы предусматривают обязательные испытания, бег, подтягивания, прыжки и наклоны. А первыми к их возрождению обещают приступить госслужащие. Открою вам секрет. Первый мы проведем спартакиаду среди государственных служащих. Поскольку первыми должны подать пример нашим гражданам, нашим землякам. Чиновники должны быть здоровые, готовые к труду и обороне. Собрать ребенка в школу сложная задача. И в первую очередь для семейного бюджета. К примеру, в Москве средняя сумма составит около 25 тысяч рублей. В России в регионах поменьше, в Заполярье, если не ошибаюсь, порядка 15-16 тысяч. Такая финансовая ноша по плечу далеко не всем. Неравнодушные мурманщане могут помочь детям из малоимущих семей собрать портфель в школу. Благотворительная акция недавно стартовала в Заполярной столице. И до 1 сентября волонтерам предстоит собрать в школу порядка 200 ребят. В первую очередь будущим школьникам нужны рюкзаки. Причем не обязательно новые, главное чистые и хорошо сохранившиеся. Дарья Монастырева подробнее. Волонтер Юлия Зюнева – одна из участниц акции по сбору детей из нуждающихся семей в школу. Юля принесла стопку обычных тетради, но это уже солидный вклад. Мне кажется, каждый в силах сделать такие покупки, пусть не в таком количестве, но все равно по маленькой капельке собрать все необходимые вещи, которые будут идти на помощь малоимущим семьям. Каждый год фонд «Чужих детей не бывает» помогает собрать рюкзаки сотням детей из малообеспеченных семей. В этот раз акцию пришлось начать немного позже, но общественники надеются, это не навредит результату. Волонтеры приглашают всех желающих присоединиться и поделиться канцелярскими товарами, и особенно рюкзаками, с теми, кто оценит такую заботу. В год удается собрать 2-3, максимум 5 рюкзаков. Понятно, что рюкзак это самое дорогое, и это нужно всего. Рюкзак может быть БУ, он, конечно, не должен быть новым, хотя и новый тоже будет замечательно. БУ-рюкзак чистый, опрятный, все целые замки, молнии, кнопки, клепки, все должно быть целым. Я рассказала про акцию одноклассникам, и они решили дать мне тетрадки, и мы эти тетрадки будем отдавать тем детям, у которых родителей нет денег это купить. Кроме того, в этом году волонтеры планируют помочь еще и детям беженцев, которых 1 сентября также ждут за партами. Десятилетняя Алина Булгакова о войне уже составила свое мнение и знает ответ на вопрос, нужно ли помогать другим. Ну, очень много беженцев пришли с Украины, там люди вообще, крыша съехала. Они начали друг другу нападать, и они решили, тех, кого они начали убивать, они убежали в Россию, чтобы помогли. Россияне помогли украинцам как-нибудь там выжить. Ну, ты рада, что ты помогаешь? Очень. Принести школьные принадлежности можно по адресу Гаржива, 16, предварительно связавшись с координатором акции Асоль Булгаковой по телефону. А также вещи ежедневно принимают с 11 до 19 часов в молодежном клубе «Кристалл» на улице Ломоносова, 17, дробь 2. Какие специальности лучше выбрать тем, кто решил продолжить обучение в Заполярье, и какие профессионалы будут востребованы в регионе в будущем? Эти вопросы специалисты обсуждали на традиционном совещании работников сферы образования. Екатерина Гладышевская продолжит тему. В период глобальных планов по освоению Арктики вопросу образования особое внимание. И хотя который год выпускники региональных вузов демонстрируют достойный результат единых госэкзаменов, расслабляться уверены специалисты рано. По мнению областных властей, заманить в регион иногородних профессионалов крайне сложно, а значит, нужно готовить своих. Потому одна из первоочередных задач ближайшего будущего – создать для выпускников все условия для реализации своего потенциала на Кольской земле. На сегодняшний день 18 учреждений, расположенных на территории региона, готовят специалистов в сфере профессионального технического образования. По 29 из 32 наиболее востребованных профессий уже разработаны индивидуальные программы. До 2018 года потребности в кадрах показывают, что нам необходимо будет перестроить не только систему высшего образования, усилить, но и систему высшего образования, поскольку проекты по разработке арктического шельфа, по освоению арктического шельфа, крупных компаний, в частности Роснефть, заставляют нас вместе с ними думать над тем, как создать центр арктических компетенций. Для того, чтобы обеспечить и в будущем необходимость в кадрах, мы должны их готовить здесь. Такая задача требует совместной работы. Без поддержки крупных компаний-работодателей здесь не обойтись. Ведь лучше всего обучить тот, кто сам в совершенстве владеет профессией. Наладив такое взаимодействие, можно приступать к следующему этапу – детальной разработке совместной стратегии. Министерство образования и науки страны обещает, там, в свою очередь, сделать для этого все возможное. Новый закон, который вступил в действие 1 сентября, он дал такие возможности. Это и разворачивание в полномасштабные базовых кафедр, образовательных организаций, на предприятиях, в организациях. Это и реализация сетевых программ, совершенно новые подходы, которые сейчас продвигаются Министерством образования и науки Российской Федерации. Техническое обеспечение образовательного процесса тоже не стоит на месте. Даже для самых маленьких разработаны такие устройства, что взрослым и не снились. Интерактивный стол и доска предназначены для развития детей от двух лет. Подойдут для использования как в садах, так и в начальной школе. Сам стол – это мощный компьютер. Он позволяет собрать вокруг себя группу детей и понимает 12 касаний. То есть дети могут одновременно работать в каком-то уроке, задании. Тем самым они развивают коммуникативные навыки. Стол изготовлен из искусственного камня. Материал прочный и безопасный. Устройство поможет педагогу надолго завладеть внимание маленьких слушателей и получить больше свободного времени. Вот только доступна новинка не для всех. Ее розничная цена – 250 тысяч рублей. Между тем, утверждают продавцы, такую уже приобрели несколько образовательных центров в Мурманске. Атомные субмарины – вершины технического искусства. Но истории известны случаи, когда даже эта военная техника давала сбои. От ЧП на борту подводных крейсеров моряки, к сожалению, не застрахованы. Но вопреки устоявшемуся мнению, спастись даже с больших глубин в случае аварии все же можно. На базе Северного флота в Гаджиево прошли крупные учения по эвакуации экипажа с борта атомного подводного крейсера «Тула». За ними наблюдал Максим Галямин. Более совершенные субмарины, чем атомные ракетные подводные крейсеры, пока еще не придумали. Но на любой технике, даже самой лучшей, может случиться авария. Первая задача экипажа – минимизировать последствия и позаботиться о собственной безопасности. Учения по спасению экипажа с ядерного крейсера на Северном флоте давно стали неотъемлемой частью службы. В качестве наблюдателей привлекаются командиры других подводок. Личный состав должен в спокойной обстановке пропустить это через себя, знать, что вот здесь вот поступает вода и она должна поступать. Здесь надо выровнять давление, здесь задержать дыхание, контролировать свое дыхание, контролировать свои действия. И тогда успех будет за нами. Вопреки старой поговорке, эвакуироваться с субмарины все же можно. Причем у моряков есть такая экипировка, которая позволяет всплывать на поверхность даже с 200-метровой глубины. Оранжевый костюм заметно отличается от обычного водолазного. Весит около 20 килограмм, внешне напоминает известную химзащиту. Такое может защитить и от пожара. В комплектации номер один с парашютной системы возможен выход подводника с глубины до свыше 140 метров. В комплектации номер один также возможен выход подводника с глубины до 200 метров с помощью сил ФСО. Существует сразу несколько способов спасения экипажа в случае ЧП. Один из самых зрелищных – выход через торпедный аппарат. Водолазу-спасателю остается только открыть нужный люк, и моряков по очереди подбирает катер. В случае, если кто-то из них слишком быстро поднялся из толщ воды, его тут же помещают в мобильную барокамеру. Устройство, которое недавно поступило на службу в Северный флот, не по-военному ласково называют кубышкой. Заходи. Заходи, располагайся справа. В принципе, для них это не свойственно, потому что для них это экстремальная ситуация – выход из аварийной лодки, покидание аварийного, гибнущего корабля. Но практическая отработка нужна. Ну, дай бог, чтобы то в жизни не пригодилось. Эвакуироваться с терпящей бедствия субмарины можно и более привычным способом. Если подводному крейсеру удалось всплыть или он сел на мель, команда может прямо с борта скинуть в воду тяжелую резиновую балланку. Которая за 45 секунд превращается в спасательный пот. Внутри этой конструкции могут поместиться 20 человек. Это чуть меньше четверти экипажа. Каждый одет в костюм, сохраняющий даже в самой холодной воде температуру около 15 градусов. В нем не страшно искупаться даже среди арктических льдов. На фоте шутят. Больше всего шансов на спасение имеет флегматичный экипаж. Но представьте сами, сидеть в торпедном аппарате на протяжении многих минут без света и возможности общения – ну как не подвиг. Еще одни крупные учения в течение двух дней пройдут на Кольской атомной электростанции. К операции будут привлечены бригады радиационной, химической, биологической защиты, инженерных войск Минобороны, МЧС и Ростехнадзор. В работе будут использоваться специальные роботы. Их доставят в Заполярье и Санкт-Петербурга. Всего в учениях занято полторы тысячи человек и 150 единиц техники. За ходом операции будут наблюдать иностранные эксперты из Германии, Испании, Норвегии, Финляндии, Франции, Швеции, Южной Кореи и Японии. По словам руководителей КС, такие учения помогают проверить готовность противоаварийной системы, чтобы минимизировать последствия гипотетически возможных нештатных ситуаций. «Таинственный дом» – премьера мурманского фильма с таким названием состоялась в кинотеатре «Одиссея». Все деньги, собранные за билеты, пошли на счет благотворительной организации «Дети Донбасса». «Мистический триллер» – это уже третья по счету работа студента, будущего режиссера Александра Титовского. Наши корреспонденты встретились с мурманской съемочной группой. «Зеленая 5» – заброшенный дом на жилстрое. К выбору места будущих съемок подходили ответственно. За помощью в поиске подходящей площадки обращались к сталкерам. Но сама идея фильма режиссеру приснилась. Мы ее потом раскрутили, и у нас получился очень интересный сюжет. Дело в том, что там идет речь о трех друзьях, которые встречаются на дне рождения своей подруги. И один из них, ну, ему не по себе, в общем. Он грустный сидит, не знает, чем заняться. И потом выясняется, что он вспомнил о том друге, с которым было два месяца назад, произошло несчастье. Ты говорил, что он ждет нас. Я говорил, что у меня такое предчувствие. Он мне сегодня приснился ночью. Завтра с утра поедем. Может, вы и правы. Мистика начинается, когда молодые люди возвращаются в заброшенный дом, где несколько месяцев назад погиб их друг. К слову, эта же мистика преследовала ребят на протяжении всего августа, основного времени съемок. Удивительно сложный тем, что у нас с этим фильмом связано 33 несчастья. На каждых съемках происходили какие-то казусы. То есть были очень серьезные травмы у актеров, буквально до кровопролития. Приезжала какая-то полиция, искала какого-то преступника. Приезжала пожарная служба, здесь был какой-то пожар. Нам все это мешало. Были какие-то у нас актрисы, положили в больницу на длительный срок. Мы ее там из-за укуса мошки, который здесь, в этом же доме и был. Впрочем, Екатерина, актриса, пострадавшая на месте съемок, на ребят осталась не в обиде. Тем более творческий процесс не прекращался ни на минуту. Меня все равно съемочная площадка не покидала. Мы монтировали фильм даже в больнице. Поэтому было очень интересно, особенно когда врачи выгоняли. Эй, Витек, Витек! Эй, Витек! Витек! Эй, ребят! Ау! По сюжету в таинственном доме с друзьями начинают твориться непонятные, страшные вещи. Это месть за прошлые грехи каждого из них. Интрига, почему все это происходит, сохраняется до самого конца фильма. Здесь и вот здесь. Пусть я клюнула почти сразу. Они же никогда не смотрят, что подписывают. Особо вживания в роль не было. Да, практически как самого себя. Единственное, что в какие-то такие ситуации на раз попадал, не совсем обычно. Я вот думал, а как бы я вообще в них поступил. Вместе с молодыми людьми на съемочной площадке люди постарше. Вадим и режиссер нашел через интернет. И он с удовольствием присоединился к творческому эксперименту. Студенческий актерский опыт был. Я почитал сценарий, мне понравилось. Второстепенная роль у меня там. Я играю директора фирмы. В кои-то веки могу побывать директором фирмы. Это твое. Здесь каждый твой шаг. Ничего не понимаю. Сюжет, интрига, развитие, кульминация и финал. Композиция в фильме присутствует точно. Ну а насколько молодым мурманским киношникам удался проект в целом, можно будет оценить уже завтра. Крам-премьера состоится в кинотеатре «Одиссея». Виталий Швалов, Антон Бадаев, телекомпания «Арктик ТВ». Бурманчане присоединились к всемирной акции «Айс Бакет Челлендж». Весь август миллионы людей обливают себя ледяной водой и снимают это на видео, которое размещают в сети, призывают других сделать то же самое. А если они отказываются, то им необходимо перечислить круглую сумму в благотворительный фонд. Забавную акцию придумал американский бейсболист, чтобы привлечь внимание общества к тяжелому неизлечимому заболеванию. Волна видеороликов прокатилась по всему миру. Наступил черед и Мурманска. Это видео мурманчанки под ником «Ежемичка» появилось в сети несколько дней назад. Девушка окатывает себя ледяной водой и призывает троих друзей повторить отважный поступок. Вызов принят! Местные радиоведущие, общественники, видеоблогеры, представители партийных организаций. С каждым днем количество роликов растет с геометрической прогрессией. Мурманчане принимают вызов, доказывают, что им не слабо вылить на себя ведро воды и передают эстафету следующим. Вот смотрите, тут даже есть ледик специально для вас. Погнали! Глобальную волну ледяных обливаний начал американец Пит Фрейдс в начале августа этого года. В прошлом профессиональный бейсболист страдает редким неизлечимым заболеванием – боковым амиотрофическим склерозом, сокращенно БАК. Болезнь поражает нервную систему и приводит к параличу. Об этом недуге в обществе знают немногие. И чтобы исправить это, Фрейдс придумал необычный марафон, первыми участниками которого стали его коллеги по команде. Акцию тут же подхватили известнейшие люди планеты. Марк Цукерберг, Билл Гейтс, Джордж Буш, Виктория Бэхэм, Леонардо Ди Каприо – звездный состав сериала «Игры престолов». Этот список можно продолжать бесконечно. Среди облившихся есть даже мультгерой – Гомер Симпсон. Одно из самых эффектных видео с участием российской звезды – ролик Михаила Боярского. Актер принял освежающий душ, не расставаясь с главным предметом гардероба. В акции давно участвуют все, кому не лень. Но не приучить контрастному душу весь мир и ее цель. По условиям, каждый участник должен перевести в пользу фонда больных БАК не менее 10 долларов. А вот если человек, которому бросили вызов, не выполнит задание в течение 24 часов, он обязан пожертвовать как минимум 100 долларов. Конечно, далеко не каждый решается на участие в авантюре. На предложение Вина Дизеля реагировали далеко не все. Но и без того марафон оказался чрезвычайно успешным. Американский благотворительный фонд в августе собрал 70 миллионов долларов. А автору марафона удалось достичь своей главной цели – о болезни узнал весь мир. К тому же обливания помогли и другим тяжелобольным. Акция приняла глобальный масштаб, ее участники перечисляют деньги нуждающимся по всему миру. Кстати, среди мурманчан, отказавшихся освежаться, есть те, кто с удовольствием поддержал саму идею благотворительности. Мой Ice Bucket Challenge заключается в пожертвовании. Перевела денежку в «Подари жизнь». Им верю. Там мурманские детки также получают помощь. Вот только не стоит увлекаться. С равной популярностью в интернете набирают все больше просмотров ролики с неудачными попытками присоединиться к всемирному движению. Ну, среди мурманчан провалов пока завечено не было. А Ice Bucket Challenge приходит в Урманск. Прохлаждаемся. Все. Сегодня 29 августа. На улице 8 градусов Тифа. Редакция Arctic Toet, точнее самая мужественная часть, принимает участие в Ice Bucket Challenge. И свои деньги мы отправим тяжелобольному ребенку из Мурманска, Ване Шершову. Неделю назад мы сделали трансплантацию костного мозга. И до окончания лечения необходимо 153 тысячи евро. Чтобы поучаствовать в благотворительности, не обязательно делать то, что сейчас мы это сделаем. Это сделаем. Не важно. Вы это сделали. Теперь мы бросаем вызов с нашим коллегам в телекомпании ТВ-21, ГТРК Мурман и ТМТ Плиц. Присоединяйтесь. Ну а мы также поддерживаем наших коллег и готовы принять участие в испытаниях ледяной водой. Причем прямо сейчас. А я бросаю вызов своим коллегам с замечательным телевизионным журналистом. Сереже Юткову, Диме Сергееву. И не могу удержаться. Александре Ритунской. Ну раз уж ты вызвал Александру Ритунскую, я приглашаю ее сведущую Анастасию Кареву. Еще бросаю вызов прекрасной девушке, которая давно сотрудничает с нами по детским проектам телеканала Марине Арбузовой. И генеральному директору информагентства Бипорт Вячеславу Городецкому. Ну и у нас на этом все. Вот такого...